Не числом, а умением завещал нам великий русский генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам покажу несколько партий, в которых одна из сторон добивается победы даже без двух шашек. Итак, первая идея найдена гроссмейстером Владимиром Михайловичем Голосуевым, серебряным призером чемпионата СССР по очной игре и дважды чемпионом СССР по переписке. Дебют СБ4, ФЖ5, ЖФ4, ЖФ6, БЦ3, ФЕ5. Обратный косяк. Белый играет АБ2 и можно бить в эту сторону, но белые бьют в эту. И здесь есть несколько вариантов. Можно сыграть АЖ3, можно ЕФ2. Белые играют АЖ3. Черные нападают и белые закрываются. Черные играют АЖ7 и белые размениваются в центре. Черные бьют и белые занимают центр, черные окружают позицию белых. АБ6, ЖФ4, ДЦ5, ФЕ3, ЖФ6, БЦ3. Черные играют ФЖ5 и белые здесь делают сильнейший ход ДЕ5. Все остальное плохо. Теперь черные играют БА5 и белые нападают СД4. В этой позиции черные пошли СБ6 с идеей окружения центра белых. Но этот ход проигрывает. Причем проигрывает красиво. Белые с помощью жертвы двух шашек красиво выигрывают. Но, друзья, все-таки скажу, что здесь была ничья за черных. Для этого надо было разменяться. Таким образом, и после сильнейшего хода СБ2, СБЦ3, обратите внимание, проигрывает здесь. Черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти ее. Черные играют АЖ3. Затем СД4. Затем СД6. И прорываются на преддамочное поле. Надо жертвовать. Ну и черным проще всего здесь победить следующим образом. Допустим, ЖФ4, ЖФ2, СД2. Надо идти в дамки. Черные ставят дамку. Надо жертвовать шашку. Ну и черные легко побеждают. То есть в этой позиции ДЦ3 играть нельзя. Это проигрывает. Надо играть СБ2. Ну, вроде бы кажется, что у черных очень плохая позиция. Проигрыш неизбежен. Но на самом деле есть четкая ничья. Для этого надо провести комбинацию. Отдать одну. Затем вторую. И забрать три. Вот такая разменная комбинация. И в этой позиции надо точно пойти АБ4. Ну и как бы белые не играли, здесь ничья неизбежна. То есть на БЦ3 мы уходим. Ну и обе стороны проходят в дамки. Если же белые играют БА3, черные жертвуют шашку. Затем еще одну. И, друзья, в этой позиции белые не могут победить, так как черные первые проходят дамки. И затем занимают большую дорогу. И ничья неизбежна. Ну, теперь самое красивое. То есть в позиции после СД4 мы выяснили. Все-таки была за черных ничья после БА7. Но черные сыграли СБ6. Этот ход проигрывает. Причем проигрывает очень красиво. Белые играют ЖФ2. Теперь черные играют ДЕ7. Белые играют ДЦ3. И черные играют БЦ7. Ну и здесь вроде бы кажется, что белым надо размениваться. И постепенно будет ничья. Но Владимир Голосуев находит очень красивый план победы с жертвой двух шашек. То есть белые неожиданно нападают. Ну, черные отходят. И теперь белые жертвуют шашку. Затем вторую. И играют. Делают тихий ход СД4. И выясняется, что позиция белых очень плохая. Проигранная. Потому что у них две шашки. Но видите, позиция безупорная. Разменов нет. Плюс явный разрыв по флангам. То есть между флангами левым и правым нет ни одной шашки черных. Но игра продолжается, тем не менее. АБ4. СД2. Черные жертвуют шашку. Отдают еще две. И бьют на поле С3. Непонятно, как выигрывать белым. Но здесь находится красивая комбинация. Белые. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ее. Белые отдают шашку. Затем еще две. Затем еще одну. И за гребущими руками снимают три шашки соперника. И еще на десерт, как говорится, вечно зеленый финал штаны. То есть АЖ5. Напали. Надо уходить. И белые проводят очень красивый финал под названием штаны. Вторая идея выигрыша без двух шашек. Также известна давно. Она известна из дебюта колл. Например, СД4, БА5. Ставим колл. Черная играет ФЖ5. И белая играет ЖФ4. И черные здесь играют необычный ход. Делают ЕФ6. Ну и белые играют БЦ3. Черные уходят на фланг. И белые также отвечают необычным ходом. То есть, видите, черные играют нестандартно. И обычно, когда одна из сторон играет нестандартно, надо также отвечать нестандартно. Белые играют неожиданно АЖ3. Ну и в этой позиции, возможно, интересная игра после хода СБ6 или ДЕ7. Острая интересная игра. А вот ход ФЖ5 неожиданно проигрывает. Потому что белые вторгаются на поле Д6, ставят рожон и во всех вариантах побеждают. Именно знание вот этого варианта помогло мне в свое время победить серебряного призера чемпионата России по быстрой игре Виктора Поповцева. То есть, очень часто мы с ним играли в БЛИЦ. Ну я ему очень благодарен. Он один из тех людей, благодаря которым все-таки я играю, так скажем, неплохо. То есть, он меня тренировал тоже, можно сказать. Да. Белые размениваются. Ну и у черных есть несколько вариантов. То есть, ну, обычные ходы ДЕ7 приводят после АБ2 и БА3 к проигрышу. То есть, следующим ходом белые поставят рожон на поле Д6 и легко выигрывают. ДЦ7, естественно, нельзя из-за АБ2. Затем ЕД4. Ну и также белые ставят рожон. Легко выигрывают. То есть, такие ходы невозможны. Здесь есть несколько вариантов. Либо АБ6, либо ЖФ6. Ну давайте рассмотрим оба варианта. Если черные играют ЖФ6, то белые отвечают СД4. То есть, не давая ходов на левом фланге черных. Теперь надо играть ДЕ7. Белые закрываются. Ну и после хода АЖ7 белые играют ЕД4. И черным, наверное, лучше всего отдать шашку. Попытаться посопротивляться в этом варианте. Но здесь белые должны после такого размена победить. То есть, видите, друзья. Белые в перспективе занимают весь центр. То есть, поля Ц5, Д4 и Ф4. А у черных будут размены только назад. То есть, им придется занимать поля Ж5, АЖ4, АЖ6 и Ф6. И меняться назад только. Эта позиция очень пассивная за черных. И она проигранная. Ну и самая интересная игра возникает после хода АБ6. Теперь белые играют АБ2. И черные играют ЖФ6. Теперь мы играем БА3. И черные играют АЖ7. То есть, максимально выжидают. Теперь белые делают точный ход. ЕД4 единственное. То есть, остальные ходы даже чуть ли не проигрывают, по-моему. И теперь у черных есть два варианта. Либо играть ДЦ7. Но после ДЦ7 белые могут провести красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. То есть, белые играют неожиданно ДЕ5. Черные бьют две шашки. Затем белые играют ДЕ3. Черные бьют. Белые отдают еще одну шашку. И прорываются в дамки. И обратите внимание, что черные должны бить. Поэтому они даже до дамок не доходят. И белые легко побеждают. Ну, наконец, самый сложный вариант. Если черные играют ДЕ7. Белые неожиданно жертвуют шашку. То есть, видите, друзья, белые снова разделяют силы черных по двух флангам. Теперь белые играют ЖФ4. Черные играют ФЕ7. Белые играют АБ2. Ну, и здесь еще возможно некоторое сопротивление после хода БА7. И если белые играют АБ2, черные могут пожертвовать шашку. Затем еще одну. И разменяться назад. Но белые здесь также выигрывают. То есть, размениваются в центр. Ну, и как бы черные не играли, позиция здесь проиграна. Да, кстати, хочу обратить ваше внимание, что после хода АБ4 не надо нападать на шашку. Так как черные пожертвуют ее и нападут. Здесь у белых нет выигрыша. Поэтому на АБ4 надо точно сыграть ЕД6. Ну, и постепенно белые побеждают. Допустим, в таком варианте. Поставили дамку. Ну, то есть, видите, черные даже не могут пожертвовать и пройти в дамки. Так как сразу же их шашка ловится. Если же черные в этой позиции играют, допустим, как-нибудь ДЦ7. Ну, просто играем ДЦ3. И, допустим, на ход АБ6 играем ЦД4. То есть, не давая хода АБ4 из-за нападения. Надо размениваться черным. Белые снова занимают, видите, весь центр ДЦ5. Ну, и, допустим, после ЖФ6 мы играем БЦ3. И на ДЕ7 лучше играть не ЦД4. Здесь вот такой есть хитрый ход. Обычно вот в таких позициях, когда белые занимают центр, а черные вот здесь вот имеют очень пассивный треугольник. Из шашек А4, А6, Ж5 надо иногда играть ЖН2. Кажется, вроде глупый ход, но на самом деле это очень сильный выжидательный ход, который помогает легко победить. То есть, черные вынуждены меняться назад. Теперь мы играем ФЕ5 и выясняется, что позиция черных проигранная. То есть, после ДЕ7 мы просто играем ЕД4 и на размен снова занимаем центр. То есть, ну, тут можно, в принципе, даже сыграть АЖ3. То есть, смысл такой, что после ФЕ7 мы играем ДЦ5 и на ЕФ6 играем ЦД6. Легко выигрываем. Если же черные в этой позиции меняются и после хода ФЕ5 играют не ДЕ7, а ДЦ7, ну, тогда играем ЕД4 и на ход ЦБ6 уже просто идем в дамки. То есть, ход же Ф4 не спасаем. Мы идем в дамки, черные нападают, идут в любки. Мы ставим дамку, черным надо бить. Мы ходим на поле А3, черные бьют, белые бьют. Ну и, как можете убедиться, у черных нет ни одного хорошего хода. То есть, в этой позиции черные играли БА7 и затем жертвовали шашку. Если же черные здесь играют ЕД6, тогда белые играют ЕД2. Ну и такая комбинация, она проигранная за черных. То есть, видите, у белых очень много лишнего материала. Тут белые легко выигрывают, как, например, было в партии Валентина Абаулина и Бориса Розенфельда. Если же черные здесь не проводят комбинацию, играют БА7, ну вот снова, друзья, жертва второй шашки. Белые неожиданно жертвуют и делают тихий ход ЖАЖ2. И выясняется, что у черных две лишних шашки, но нет ни одного размена, видите. Опять же, разрыв по флангам. Ну и черным остается только сдаться. Вот этот анализ очень красивый. Впервые найден Петром Святым, также легендой шашек Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Друзья, небольшое открытие удалось сделать даже мне. То есть, в одной из партий на Гамблере в Супер Блиц 1 плюс 1 мне удалось красиво победить своего соперника жертвой двух шашек. Это получилось в следующем дебюте. Белая Х2 летит на А5, черная Ж7 летит на Б4. Я побил, черные побили. Лучше всего сразу же выходить в центр, загоняем шашку черных на фланг и играем БЦ3. Здесь мой соперник играет нестандартно, сыграл АЖ5. То есть, какая идея, если белые играют Ж4, именно так я и сыграл. Черные играют ЕД6 и на ФЖ3 черные размениваются назад. Ну, либо играют АЖ7, но мой соперник разменялся. Естественно, бьем в эту сторону и не даем размена на Е5. Если мы сыграем Ж4 или Е4, черные тут же разменяются, позиция уравняется. Поэтому выжидаем АБ2. И после хода черных АЖ7 я вышел в центр уже. То есть, если черные разменяются на С5, преимущество явное у меня. Поэтому мой соперник играет Ж6, я играю БЦ3, снова выжидаю. И мой соперник здесь разменялся. С каждым ходом позиция черных все ухудшается и ухудшается, но победа еще, так скажем, не видна. Здесь я напал и черные ушли на фланг. И я играю Ж2. Здесь мой соперник играет ФЖ7. Ну и здесь есть два плана на атаку. Либо меняться ФЖ3, либо играть ДЕ5. ДЕ5 такой более опасный ход, но очень красивый выигрыш здесь. Мой соперник играет БЦ5. То есть, грозит провести удар, отдать 2, забрать 3. Поэтому мой ход вынужден, СД4. Черные здесь закрылись и я разменялся на поле Ж3. Кажется, что черные перехватывают инициативу. То есть, ходом ДЕ7 и после Ж4 и Е6 они связали полностью центр белых. Вроде бы кажется, что у белых стало плохо. Но у меня есть ход ДЦ3. Черные нападают, заставляют меня закрыться и играют БЕ7. Ну, кажется, что мне остается только сдаться. Полностью связана позиция белых. Но на самом деле, непонятно, кто кого связал. И здесь очень красивой жертвой двух шашек мне удалось выиграть. Причем, у меня времени оставалось около 3 секунд. Удалось все-таки реализовать преимущество. Неожиданно я пожертвовал две шашки. В самый последний момент увидел эту жертву. То есть, я думал, уже проиграно тут. И играю просто ЕФ4. И выясняется, что жертвовать обратно не удается. Тут у черных просто нет ходов. То есть, ну так мы бьем назад с легкой победой. А если черные жертвуют, как было в партии, играют БЕ3. Ну, мы просто ждем ДЕ3. И после вынужденной жертвы и АБ6 мы просто идем в дамки. И партия закончилась так. Б5, БЦ7, АБ4. Я поставил дамку. Здесь мой соперник отдал две шашки. Ну и я там в Эншпиле легко победил. Но ничьи не было даже после сильнейшего хода БЦ3. Естественно, в эту сторону бить нельзя. Проиграют даже белые. Мы аккуратно бьем в эту сторону. Ну и после того, как забираем шашку Ф6. Затем мы играем за белых ЕД4. Ну и на любой ход черных играем ДЕ5. Затем снимаем шашку Х8 и легко выигрываем. Кстати, в этой позиции также не спасала жертва за черных. То есть, если бы они отдали шашку и затем сыграли БА3, мы также снова жертвуем две шашки и играем ЕФ4. Ну и обратите внимание, как бы черные не играли, у них проиграно. То есть, БА7, ДЕ3 и снова все сводится к уже рассмотренной нами позиции. Вот такой красивый выигрыш мне удалось найти в легкой партии на Гамблере. Ну и последняя на сегодня идея встретилась в партии Рамазон Худой Назаров против Саид Куиндар. Следующая жеребьевка дебюта. Белая Е3 летит на А5, черная Е7 летит на Ж5. Белые связывают черных, но черные вываливаются в центр. Белые играют СБ4 и черные полностью занимают центр. ФЖ3, АЖ7, БЦ3, БЦ5. Белые играют ЕФ2 и черные неожиданно играют СД4. Белые играют АБ2, думают, что у них все отлично, но на самом деле это не так. Так, черные неожиданной жертвой разъединяют фланги белых, играют ЕФ4 и делают тихий ход ЖФ6. С угрозой забрать шашку Ф4 и поставить рженый Е3. Поэтому ход белых вынужденный. Теперь черные нападают и белые играют до Е3. Кажется, что выигрыш белых неизбежен. То есть черным надо как-то закрываться, а хороших ходов нет. Ну и комбинаций никаких нет. Но черные снова неожиданно играют ЖФ4. И после размена что-то как-то некуда ходить белым. Белые в итоге, то есть видите, разменов никаких нет. Снова вот та же ситуация, разрыв по флангам явный. Но белые жертвуют две шашки лишние и играют АЖ3. Черные проводят вот такой ударчик, размен. Ну и после БЦ3, АЖ5. Все-таки справедливости ради и хочу отметить, что в этой позиции была ничья. За белых тяжелая, но ничья была. То есть здесь надо было сыграть ДЕ3 именно. И на ход ЖФ4 быстрее идти в дамки ходом ЕФ4. Черным надо нападать. И в этой позиции белые могли достичь ничей. Тут, конечно, позиция белых висит, что называется, на сопельках. Но ничья тем не менее есть. Белым надо сыграть ФЖ5 единственный ход. Черные жертвуют шашку и ставят дамку. Теперь надо точно закрыться. Теперь черным лучше всего сыграть ДЕ7. То есть не давая пройти шашки белых в дамки. И белым надо играть БЦ5. То есть белые грозят выиграть ходом ЦБ6. Ну не выиграть, ничего сделать. Поэтому черным надо размениваться. И белым сейчас надо точно играть АБ4. Теперь лучше всего пойти ЖХ2. Ну и на ход БЦ5 играем на Ц7. То есть отрезаем полностью эти шашки. Ну и здесь есть ничья после ЖФ6. Ну точнее, наверное, пойти ЖХ6. И выясняется, что вот если бы сейчас ход был белых, то у черных были бы шансы на победу. Но ход черных им надо куда-то ходить. И постепенно на любой ход, ну допустим, на так мы уже размениваемся. А если на Д8, шашки белых постепенно подходят ближе к дамкам. И белые могут достичь ничьей. В партии же Рамазон ошибся. И Саид Куиндар легко выиграл его. В партии было ЦД4, ЖФ4. Белые сыграли БЦ5. Черные ждут. Игра ДЕ7. Белым надо куда-то ходить. Они сыграли АБ4. Ну и черные просто идут в дамки. Белые еще здесь сыграли ДЕ5. Ну и после жертвы шашки выясняется, что позиция белых быстро рушится. Партии последовало ДЦ3, ДЕ3. Белые напали. Черные пошли в дамки. Ну и после такого хода и постановки дамки, белые еще напали. Черные отошли. Черные грозят отдать шашку и выиграть. Поэтому белые отдали. Ну и в принципе сдались. Вот такая партия. Друзья, завтра на моем канале состоится стрим. Мы с Артемом Гагарином, крепким шашистом из города Мурманск, будем играть учебно-тренировочный матч на Гамблере. Я не знаю, наверное, будем играть 3 плюс 2 стандартный контроль. Блиц, чтобы можно было и покомментировать свободно, ответить на ваши вопросы. То есть присоединяйтесь к стриму, обучайтесь. Мы там будем показывать, возможно, какие-то варианты в конце стрима тоже красивые. Ну и друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Я считаю, что оно достойно того. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Завтра в 19.00 по московскому времени. Стрим на канале Шашки с Олегом. Учебно-тренировочный матч с Артемом Гагариным. Увидимся.